У меня есть предложение попробовать посмотреть на это все немножко с другой стороны. Я бы хотела сказать, что мы не гуманные люди. Мы все время здесь занимаемся чем? Мы занимаемся разъяснением, оправданием, почему мы не будем солидироваться. И мы делим, и я думаю, что вот этот эмоциональный аргумент наша травма, наша травма, все время наша травма, 50 лет уже наша травма. Мы не смотрим в будущее, мы смотрим все время в прошлое. Мы эмоциональным аргументом, который не аргументы, оправдаем свои позиции, что мы будем строить монастырь в монастыре в Европе. И мы не будем, пусть они там в воде остались бы, это было бы лучше. Но я здесь, конечно, немножко ульгарно сейчас выражаюсь. Но суть в чем, эти люди, вообще-то многие из них пытаются ехать сюда, потому что им грозит смертельная опасность. Они бегут, потому что там в Сирии, например, война, очень продолжается уже долго, большой конфликт, который там умерли почти 200 тысяч человек. А беженцами стали 9 миллионов и 6 внутренних, а 3 миллиона, ну из этих только 150 тысяч в Европе. А Европа, конечно, Европу и Америку, США очень интересуют, что происходит, как строится демократия на Ближнем Востоке. Так я призываю вас задуматься о том, что мы не можем дуальную здесь вести, дуальную этическую позицию, которая уже превращается в неэтическую позицию. Мы должны тоже, я думаю, какую-то ответственность сбрасывать на нас, не только ждать от Европы, смотреть и присоединяться к стремлениям Европы строить демократию на Ближнем Востоке. Мы должны тоже посмотреть, что от нас, может быть, потребуется, чтобы тоже не только риторически присоединяться, а потом отсоединяться и говорить, что у нас большая травма. Я правильно понимаю, что вы не принимаете аргументов правительства, которые были озвучены, в том числе господин Солом? Не совсем принимаю эти аргументы, потому что я думаю, что большинство аргументов базируется на эмоции и на очень строгое деление наших людей, нас, хотя, как мы уже говорили, у нас самих проблем, мы делим мир латышей и русских, это тоже проблема, ну и делим, мы делим, и мы не хотим ничего знать, не хотим ничего, извините, не хотим ничего знать о тех, о тех вот других, у которых проблем лучше, чтобы они не были. Это вот так транслируется, это вся оппозиция, я думаю. Продолжение следует...